приветствую вас дорогие зрители на канале марии ланг меня зовут любовь завольнюк и сегодня мы продолжаем тему аюрведической медицины и давайте поговорим о болезнях которые вызваны психосоматикой ведь в обычной медицине считается что 85 процентов заболеваний которые возникают у человека возникают в результате психосоматических расстройств мы боимся завтрашнего дня поэтому у нас болят ноги мы боимся ответственности у нас не хватает гибкости у нас болят колени мы не знаем правильно ли мы реализовываем свое предназначение в этом жизни неправильно выбираем профессию появляется варикоз и перечислять этот список можно бесконечно но аюрведа это медицина которая основана нас из наблюдании созидание духовных процессов которые влияют на физические процессы поэтому лечение в аюрведе должно быть особенным я права мария абсолютно верно намасте дорогие и так сегодня благодарю вас за эту тему потому что эта тема волнует на самом деле каждого человека но кроме этого этой теме сейчас в медийном пространстве уделено очень много времени то есть кто только психосоматикой не занимается да то есть ей занимаются психологи психотерапевты и занимаются телесно ориентированные терапевты то есть очень много сейчас различных терапевтических направлений обратила свой взор на психосоматику то чего мы не наблюдали например двадцатом веке да то есть двадцать первый век это действительно такой прорыв понимание человека о окружающем мире и очень многого люди узнают сами у себе ведь посмотрите как много интересных уникальных знаний которые двадцатом веке еще даже не были приоткрыты то есть очень многое сейчас двадцать первом веке произошло открытий но как интересно что все эти новые открытия которые происходят они абсолютно повторяют то что написано давным давным-давно древних трактатах просто люди их невнимательно читали люди не обращали на это внимание но у нас двадцатый век вообще был такой очень сложным таким можно сказать переходным периодом там было не до изучения древних знаний но вот слава богу сейчас и даже благодаря различным трагическим событиям которые происходят в мире люди свой взор обращают на более глубинные коренные вещи и это очень прекрасно и так как относится психосоматики аюрведа аюрведа очень серьезно изучает все процессы которые происходят у человека психики и у человека в его духовной сфере вообще аюрведа как древняя медицина она разделена на множество разделов абсолютно также как и сегодняшняя современная медицина то есть мы знаем что в сегодняшней медицине есть отдельно терапия отдельно педиатрия отдельно хирургия и также там узкие направления специалистов так я вот хочу сказать что в аюрведе абсолютно также аюрведа разделена на 7 столбов и каждое направление каждая ветвь аюрведы детально изучает определенное направление человека то есть есть также в аюрведе и педиатрия и терапия и лечение заболеваний органов тела выше грудной клетки заболевания связанные с нервной системой и есть целый отдел аюрведы который называется пхутовидья пхутовидья это заболевание человека которые происходят от его психики и сюда относится отдел психосоматики также этот отдел аюрведы изучает влияние духов влияние планет влияние стихий на психику и здоровье человека поэтому этот отдел конечно очень интересный и начинали его изучать аюрведические терапевты изучают очень много духовной литературы начиная от адхарва веды ригведы пураны различные другие духовные писания почему потому что в этих писаниях в мифической форме форме легенд и мифов обозначено полностью взаимодействие всего что происходит в мире и также есть отдельные писания которые рассказывают о влиянии планет на здоровье человека отсюда мы можем сказать что древняя наука такая как астрология джотиш по которой можно также проверить состояние здоровья человека предрасположенность его к определенным заболеваниям периоды жизни когда планеты будут угнетать какие-то моменты его здоровья и периоды жизни очень благоприятные когда планеты будут давать ему много энергии так вот это все входит тоже в раздел к утавиде называется графа чекица графа это переводе санскрита планета и это изучение влияния планет на здоровье человека итак смотрите так как психосоматика современном мире людьми воспринимается в определенной плоскости то есть как люди вообще термин психосоматику понимают они считают что какие-то события которые отразились на психике и нервной системе человека сразу же бьют по его здоровью и выводят из строя какие-то системы в организме или орган как же на это смотрит аюрведа во первых аюрведа нам детально рассказывает строение человека и это строение человека она в корне отличается от понимания строения человека и современной медицины и современной психологии и вообще современным миром поскольку самое главное что создает наше физическое тело это некий центр некий центр его допустим в религиях называют душой да но у нас есть такая такое понятие в санскрите атман и мы не можем сказать что атман это как бы душа это с одной стороны и душа и сознание то есть это понятие нам намного более емкое чем просто слово душа поэтому кому интересно просто расшифруйте посмотрите как расшифровывается название атман то есть вот этот атман человека который возникает и образуется куруша и пракрити то есть атман это сознание божественное которое огрубляясь возникает вот это непосредственно отделенная от общего божественного сознание отдельная душа и ее называют пуруша энергия этой души называется пракрити то есть пуруша обладает энергией пракрити и дальше вот эта энергия пракрити начинает создавать психофизический аппарат вот атмана который как бы отделился огрубился от единого божественного поля и вот энергия пракрити она создает первое что тонкий психофизический аппарат он называется антах коран и этот аппарат состоит из следующего то есть первое это будхи это наша память это память и интеллект но это не земной интеллект и неземная память это та память которой присуще присуще божественное знание божественное знание обо всем мире о себе если эта душа уже воплощалась то там же находится в будхи воспоминания прошлых жизней в будхи находятся также семена кармы которые из этой памяти у будущего человека прорастут в действие для того чтобы эти кармические семена проросли и для того чтобы карма которая привела его в новое рождение была прожита и как бы нивелирована следующее что возникает из пракрити возникает манас манас это наш духовный ум то есть есть у нас мозг это это можно сказать физическая субстанция манаса да то есть мозг у нас как некая компьютерная машина которая в котором происходит множество процессов которые полностью управляет нашим физическим телом но есть более тонкий аппарат который управляет мозгом и он называется манас то есть начале манас получает всю информацию которая происходит во внешнем мире и затем уже манас передает эту информацию мозгу то есть манас он контролирует наши эмоции он заведует так скажем сферой психологии человека он он заведует как раз вот этой психосоматикой то есть через манас происходит фильтрация или не фильтрация того как на осуществленное прореагирует наш мозг и вот этот тонкий орган манас наш духовный ум он скажем так если у человека есть с ним связь если этот тонкий ум вообще не загрязнен то тогда психосоматика в теле человека проявляется минимально может быть вообще не проявляется но если этот орган духовный он у человека загрязнен он у человека вообще с ним связь потеряна то скажем манас он знаете как гнилая канализационная труба с которой течет не чистая вода а течет плохая вода ржавая там с примесями какими-то понимаете вот этот фильтр не чистит а пускает все программы в наш мозг и поэтому наш мозг начинает давать команды телу и наше тело начинает на эти команды реагировать и реакция прежде всего происходит в виде спазма в виде зажима то есть смотрите как происходит просто на простом примере вы вышли на улицу и у вас просто на улице на остановке допустим с незнакомым человеком вдруг с того не сего произошел конфликт вот вы друг другу не понравились вы не там стали у вас там вы кому-то мешаете и вот вам сказали грубые слова и у вас начинается внутри возмущение то есть несправедливостью вы хотите что-то отстоять и вот получается какой нюанс когда мы попадаем стрессовую ситуацию у нас то есть наш мозг начинает подавать сигналы как нам в этой стрессовой ситуации обходиться то есть мы можем ну как скажем по-разному себя повести мы можем там взять и ударить этого человека мы можем развернуться уйти чтобы просто с ним больше не общаться там не видеть его мы можем начать ступить с ним в брани то есть начать поединок не физически а словесно то есть этот сигнал как прореагировать на стресс уже дает ваш мозг но если вы вступаете конфликт вы вступаете в бой пусть это будет бой взглядами пусть это будет бой словами пусть это будет бой физически но это будет схватка и вот во время схватки у человека мобилизируется его защитные реакции но эта мобилизация очень часто связана с тем что внутри человека нарастает напряжение и если у человека уже были какие-то похожие ситуации то это напряжение может вызвать вдруг резко какую-то внутреннюю боль то есть вам человек что-то сказал вы этого человека не знаете но вдруг у вас на реакцию этих слов начинает дергать сердце или у вас вдруг резко там подкашивается нога или у вас начинается какой-то тремор или вас бросает в пот то есть по факту вы первый раз оказываетесь но реакции вашего тела говорят о том что для тела это уже не первый раз такой вот опыт вот так проявляется психосоматика но как с точки зрения аюрведы можно вопрос да вот я сейчас вспоминаю свои истории пускай зрители напишут свои истории очень интересно будет услышать о болячках давайте поговорим всерьез например у меня два месяца болит палец правой ноги большой палец правой ноги болит прямо вот там вот этот мешочек под пальцем и очень тяжело даже йогой заниматься потому что вот боль невероятная артроза вроде нет да я читала что если у вас болит палец правой ноги без причины без травмирования без ничего это свидетельствует о том что вы боитесь идти вперед боитесь развиваться вам страшно вы боитесь завтрашнего дня как это можно с точки зрения аюрведы продиагностировать вот можно как-то так вот поставить такой диагноз что надо как-то настраивать себя на доверие к пространству не знаю я бы с точки зрения аюрведы продиагностировала совсем другим способом первое посмотреть большой палец это какая планета это первое второе у нас на стопе есть проекция всех внутренних органов то есть я думаю что у вас любовь и речь идет о том что у вас какой-то сбой во внутреннем органе то есть допустим это кишечник я как допустим и говорю сейчас да то есть возможно что в кишечнике есть какой-то воспалительный процесс или там какое-то отложение каловых камней то есть что-то неприятное есть в кишечнике и проекционная точка начинает как грубо говоря тригерить значит какие есть возможности от этого уйти вы просто берете даже если вы не знаете там эту всю проекцию окна вы просто берете каждый вечер теплым маслом массируете себе стопы и вот эту болевую точку прожимаете до тех пор пока от вашего нажатия боль не утихнет поверьте вам достаточно кому-то может быть будет трех дней кому-то недели у кого-то после этого массажа стопы захочется сбегать в туалет потому что сразу активизируется все то есть делайте это в любое удобное для вас время хотите утром хотите вечером перед сном но вот такой вот массаж самомассаж стоп с продавливанием с нахождением болезненных точек и эти болезненные точки мы массируем по часовой стрелке вначале в одну сторону и потом против часовой стрелки то есть круговыми движениями мы массируем и можем делать такие пульсирующие нажатия на болезненные точки и у вас может начаться такое ощущение что что-то отдает куда-то то есть вы нажимаете на точку вас отдают например в позвоночник или отдают куда-то там внизу живота то есть вы это тоже можете почувствовать вот но вот таким образом проработать и чаще всего это все проходит то есть наше тело это как большая карта и по этой карте она специально так создана чтобы мы могли сами себя восстановить и вот даже наша мерная система она так создана чтобы человек выживал и даже вот те блоки которые образуются они тоже несут в какой-то степени положительный характер потому что они в тех органах создают напряжение создают напряжение значит любое напряжение требует вашего внимания ну даже вот элементарно у вас начинает болеть спина вы понимаете что вам нужно эту спину размять вам хочется что-то ее погладил вам хочется сходить на массаж то есть также абсолютно все наши органы не требуют нашего внимания и нашего воздействия так вот давайте я вернусь к этой ситуации вот травматичной которая с человеком произошла как помогает аюрведа справляться с такими проявлениями психосоматики потому что вы вступили в какой-то конфликт и у вас тут же вроде бы конфликт мимолетный но вы от него еще отходите долго у вас могут появиться какие-то неприятные ощущения в теле у кого-то заболеть голова у кого-то там наоборот упадок сил начнется после этого то есть как на это смотрит аюрведа и как она помогает человеку в таких ситуациях справиться аюрведа говорит таким образом что мы включаем себя в конфликт только тогда когда наш манас скажем так засорен поэтому нам необходимо чтобы нас отпустили все психосоматические проявления психосоматические болезни вот там что-то болит когда я о чем-то думаю оно начинает там дергать и болеть то есть чтобы это все от нас это шло нам нужно работать в первую очередь со своим манасом и аюрведа дает целый спектр возможностей как это делать вот например когда человек идет на психотерапию то есть отчасти можно сказать что это тоже работа с манасом но эта работа скажем не не такая глубокая которая происходит в аюрведе потому что психотерапия она работает с чем с подсознательным она работает с эмоциями человека там с прошлым опытом негативным который он уже пережил то есть пытается это все вместе увязать но бывают такие вещи когда кроме всего этого перечисленного на человека действительно действуют духи духи могут быть как внешней среды которые он проживает также и духи умерших его родственников или же духи природы с которыми как бы случайно этот человек вошел конфликт и они к нему как говорят в украине причипы все я кисть там да и также возможно это воздействие еще вот этого психического состояния это еще может быть воздействие определенной комбинации планет или какой-то одной планеты смотрите есть джотиши даже такое как бы понимание что есть у каждого из нас жизни период который называется сады садь это когда сатурн идет и грубо говоря блокирует очень много секторов нашей жизни и это получается человек находится как бы в изоляции то есть течение этого периода человека могут совершаться вокруг него и с ним всякие события которые ведут его к изоляции или внутренней или внешней то есть период сады сайта человек может эмигрировать может быть вынуждена уехать куда-то может попасть в тюрьму может развестись то есть что-то в жизни его меняется когда ему приходится быть наедине с собой и прийти к пониманию что только он сам может решить и исправить все что вокруг него произошло и что для этого не требуется помощь даже посторонних людей а требуется его внутренняя работа и этот период сады сати он длится у людей семь с половиной лет вот смотрите казалось бы планеты но они такое могут сделать жизни человека что никакой психотерапевт на самом деле не поможет единственное что очень многим помогает психотерапия как раз протоптать вот эту дорожку к себе но есть и другая опасность психотерапии когда люди слишком привязываются и становятся зависимыми от своих вот наставников вот своих психотерапевтов и уже просто они для них становится такой опорой рычагом без которого они вообще уже идти по жизни не могут то есть тут есть такая вот крайность поэтому что говорит аюрведа аюрведа помогает с помощью определенных практик даже с помощью работы с физическим телом проработать очень глубоко все уровни вот возникшей психосоматики вот я хочу рассказать у меня был эпизод ко мне пришла женщина на массаж и я ей делаю висцеральный массаж живота то есть это массаж внутренних органов и в какой-то момент она начинает плакать и не может успокоиться и это как раз область желудка то есть у многих людей есть спазм в области желудка очень сильный и при проработке этого спазма то есть аюрведа она же работает не только механически что я что-то нажимаю да то есть я туда запускаю энергию я открываю в этом органе мармы я делаю мантротерапию то есть я запускаю туда энергию мантры и когда начинается идти поток энергии в этот орган и орган начинает расслабляться сразу же памяти вспоминается эпизод когда этот блок произошел это происходит практически у всех людей резкое воспоминание как вспышка и вдруг это взрослая женщина начинает вспоминать себя маленькой девочкой пяти лет у которой умер родной братик но родители решили от ребенка это скрыть то есть ребенок братик умер в возрасте там пяти месяцев где-то так то есть она уже успела к нему привыкнуть и тут какой-то момент умирает от нее это скрывают и говорят что там обманывают ее и она понимает что что-то произошло но она еще как ребенок не может для себя это осознать и находит ищет его вещи находит и ходит ищет этого братика и вот это все вот эти все переживания которые она даже не могла высказать взрослым потому что она сразу почувствовала от них как бы стенку закрытия и обман вызвала в ней такой глубинный спазм что представьте себе что этой женщине уже далеко за 40 лет и вот сколько лет это напряжение в ней жила и мучила ее а это же сбой системы это проблемы с желудком это проблемы с сердцем это проблемы с пищеварением у нас желудок очень сильно сердцем связан вот и многое как бы и многое другое проявление каких-то хронических заболеваний невозможность там что-то и кушать вот и вот я говорю как пример то есть кроме того что мы с человеком беседуем то есть я провожу терапевтическую работу как психотерапевт кроме этого я прикладываю еще физические усилия к телу кроме этого аюрведа дает специальные препараты которые открывают тонкие каналы например есть препараты которые связывают человека с определенными планетами вот есть препарат например женский который связывает женщину с луной если у женщины есть блоки по ее женской части она начинает принимать перед сном вот этот препарат и этот препарат резонируя с лун с луной которая выходит ночью он поднимает вибрации в общем человеческого тела то есть это препараты которые не химические которые на тонком плане помогают физическому телу изменить свои вибрации следующее это работа с мантры это работа с мармой это работа с энергией и это работа с планетами то есть посмотрите какой большой спектр для того чтобы исцелить психосоматические заболевания и блоки в теле использует аюрведа это очень интересно и так подходите к каждому заболеванию да в принципе да иначе тело человека не с гармонируется я хочу сказать чтобы худо видя это первое с чего я начинаю потому что во первых нужно выяснить нет ли на человеке как у нас тоже народе говорят порчи проклятие сглазы магия то есть нет ли на человеке извне какого-то серьезного влияния энергетического которое перекрывает определенные сферы его жизни то есть работа начинается вообще с этого потом идет работа когда мы смотрим вопросы духов вопросы планет и вопросы вообще как прана течет по телу но также еще очень хорошо психосоматике помогает вот как раз для гармонизации планет эта работа с камнями и кристаллами то есть у меня есть специальные кристаллы из тибета который мне передал мой учитель у которого я изучала вот именно терапию кристаллами это древняя тибетская методика и с помощью энергии кристаллов с помощью того как ты движешь ими по телу можно тоже помогать человеку так сказать прочистить его энергетические и духовные каналы чтобы вот эти спазмы ушли то есть на что я хочу сакцентировать что вначале спазм создается в тонком теле и только потом у нас начинает сигнализировать какой-то орган можно конечно двигаться снизу и прорабатывая орган пытаться поднять вибрации тонкого тела но это более долгий процесс это вот тоже ответ на вопрос почему я прохожу там курсы какой-то терапии и через какое-то время мне опять становится плохо ну что курсы терапии там массажи там еще что вы прошли там психотерапии да они действуют как бы снизу то есть они пытаются поднять энергетику через двигаясь не сверху вниз а двигаясь внизу вверх поэтому на каком-то этапе она поднимается но проходит время человек опять выпадает романтичные ситуации и это опять обратно склопывается потому что не решена проблема наверху а вверху у нас это наше духовное ядро наш атман и наш вот этот духовный психический аппарат который состоит из будхи манасе и третий орган про который я вам не сказала называется антах корана это наше эго про наше эго я думаю надо записать отдельную передачу потому что у людей отношение к эго немного негативное то есть у нас есть такие обзывательства там эгоист эгоистка ты плохой потому что ты эгоист на самом деле является ли это чем-то отрицательным нас ну как бы юрведа говорит что нет то есть это должно обязательно присутствовать вот то есть вот гармоничное развитие будхи манаса ханкары и гармоничное как бы проявление в человеке это залог конечно психического здоровья мария огромная вам благодарность я как обычно слушала вашу лекцию с замиранием в следующий раз давайте мы поговорим не только ага вот я сейчас запишу себе чтобы не забыть что мы забудем и и не получится у нас записать про эго а так так тема хорошо пока вы записываете я кое-что нашим подписчикам расскажу дорогие если кто-то хочет нигнуть в эту науку глубже своими так сказать глазами увидеть как происходят аюрведические таинства побывать в тех местах где зародилась июрведа и где были написаны самые известные юридические трактаты пообщаться с настоящими йогами которые до сих пор изготавливают аюрведические препараты древними способами то есть там плавит ртути используют минералы для лечения людей если вы хотите пройти серьезный курс по аюрведе и получить сертификат международный и этот курс даст вам возможность использовать эти знания в своей жизни применять эти знания для своих близких очень многие врачи приезжают на мой этот курс для того чтобы затем внедрить эти знания в свою практику потому что есть много достойных врачей которые действительно хотят не только деньги зарабатывать но в первую очередь для них важно исцеление пациента это сейчас люди редкие но они есть и они приезжают учиться учиться в индии приезжают ко мне на курсы и вот у меня в индии будет такой курс на котором я проведу обучение и он будет происходить осенью в раджастане в индии в очень красивом месте вы можете посмотреть по ссылке полное описание как будет это все происходить этот двухнедельный курс мы будем параллельно еще ездить по святым местам посещать древние храмы шрамы встречаться со святыми очень много интересного вы узнаете и очень полезного мария большое спасибо дорогие зрители не упустите свой шанс ну а мы прощаемся до новых встреч намасте